коллеги всем доброе утро до сегодня предлагаем поговорить про тмс как эффективный инструмент управления затратами ведущими вебинара будем я константин старовойтов менеджер по работе с ключевыми клиентами и екатерина маршева ведущий консультант мс катя пора поздороваться смотрите с точки зрения тайминга и плана вебинара сначала 10 минут вступительное слово пару слов компании и поговорим о проблематике на основании которой мы вообще сегодня решили провести этот вебинар потом катя расскажет про функции системы даже проведет небольшую демонстрацию некоторого функционала и в конце мы подключаем на вопросы как говорил сначала сначала пару слов о компании собственно компания excel отработает на рынке айти уже 22 года 98 года и собственно мы уже более девяти лет подряд при этом являемся лидерами рынка в мос россии по объем продаж и по количеству реализованных проектов у нас есть офисы в трех городах офисы они же ресурсные центры при этом у нас штат всех ресурсных центров составляет там более чем 250 человек это довольно много особенно относительно там средних интеграторов которые есть на рынке мы довольно крупная компания крупные серьезные это все наши люди консультанты программист архитектор и работе проектов и так далее все очень компетентные все молодцы таким большим количеством сотрудников мы успеваем и мы делаем более ста проектов в год ста проектов именно в совокупности по складской и транспортной логистике при этом каждый пятый проект у нас сло консалтингом собственно мы являемся именно разработчиками за все время работы мы разработали пять поколений вмс и четыре поколения тмс систем автоматизировали более 20000 рабочих мест и еще что немаловажно после завершения проекта мы почти всегда периоде наших клиентов на постпроектную поддержку у нас есть собственно дело сопровождение которое работает в том числе в режиме 24 на 7 поэтому вы просто можете сделать там свой проект по вмс по тмс как сервис то есть мы вам сделаем проект под ключ сопровождение под ключ и вы можете вообще об этом не переживать не успокоиться мы можем все еще немного по структуре нашей компании на самом деле у нас не просто компания а холдинг там или группа компаний групп компаний хоть у нас четыре разных компаний каждый из которых занимаются своим видом деятельности axelot это именно внедрение разработка вмс-тмс систем плюс лог консалтинг компания axelot technology это поставка оборудование для склада оборудование например таких такого как стеллажное оборудование погрузчики и плюс оборудование для там проектов вмс-тмс такие как терминат сбору данных принтер этикеток и так далее компания градон занимается и проектами компания 3 он это проект по энце интеграции компания zebra это вендор от которого чаще всего мы используем оборудование для проектов автоматизации яндекс морфчизация и сети гид это наши партнеры в части тмс проектов ну и фирма 1с наш старейший партнер практически все наши решения разработаны на платформе 1с нашим флагманским решением на сегодняшний день в части автоматизации транспортной логистики является продукт axelotms x4 axelotms это комплексное решение которое включает себя модуль управления перевозками модуль управления собственного парка спутниковый мониторинг включая android клиент для водителей и собственно это одно из немногих комплексных решений которые может укрывать большое количество задач по логистике по ее автоматизации у нас реализовано уже под сотню тмсных проектов причем на слайде представлены часть из них плюс ко всему у нас есть проекты в работе и что хочется сказать по сути практически все компании которые к нам приходят у них есть одна и та же проблематика кроме допустим кому-то нужна маршрутизация автоматическая кто-то хочет учитывать затрат на собственный парк но по сути глобально для всех клиентов задача заключается следующим все хотят понимать сколько компания тратит на перевозку сколько компания тратит на заряжание собственного парка насколько вообще эффективно как компания осуществляет свои перевозки и более того как по сути их транспортная логистика в целом влияет на их бизнес и вот мы решили сегодня раскрыть эту проблематику и более подробно об этом поговорить с точки зрения этапов развития вообще как это происходит в большинстве компаний почти ста процентных случаев то есть сначала у компании ну про вас говорим про клиентов до обычно у клиента нет ничего просто для них транспортная логистика это какой-то черный ящик в котором они ничего не понимают про затраты ничего не понимают обычно по доходную часть они как-то возят как-то работают но при этом никак не анализирует потому что не оперируют цифрами далее для того чтобы начать в этом разбираться начать понимать что происходит собственно у них по части затраты транспортной логистики они пытаются оцифровывать свои данные то есть допустим они начинают считать там тарификацию перевозчиками начинают считать стоимость рейса и так далее для этого они в основном используют какие-то системы автоматизации например xo tms прекрасный инструмент для того чтобы оцифровать ваши данные по транспортной логистике дальше когда вы собрали какие-то первичные данные наступает там этап анализа то есть мы собрали данные затем нам нужно их проанализировать и дальнейшем принять некие управленческие решения для того чтобы внести какие-то изменения например с этим перевозчиком нам выгодно работать и он нам возит там по выгодным ставкам а этот возит там дорого поэтому мы от него откажемся или например там вот эту позицию в этом путь нанклатурную возить дорого потому что затратную перевозку полностью дать ну от нее маржу поэтому допустим мы можем от нее отказаться или например нам более выгодно возить наемниками чем собственным парком и так далее то есть после оцифровки анализа каких-то данных происходит понимание того что выгодно а что не выгодно принимаются решения потом снова они анализируются то есть мы допустим изменили нашу политику там части перевозок проанализировали данные изменения которые произошли и мы счастливы потому что или вы счастливы мы счастливы все счастливы потому что наши перевозки стали эффективными с точки зрения финансов. Если говорить про те инструменты, с помощью которых вы можете вообще оцифровывать данные, их анализировать и так далее, есть по сути три подхода. Первый подход – это учет затрат вручную. Вручную имеется в виду Excel, какие-то таблицы, какие-то другие файлы, с которыми люди работают руками, и это делать сложно. То есть, несмотря на то, что сейчас у нас 21 век, современные технологии, вообще очень часто, процентов, наверное, в 67 случаев у компании нет вообще никаких систем автоматизации, они просто где-то в Excel пытаются данные выбивать, анализировать, и, собственно, с этим как-то работают. Дальше. Есть вариант, когда у компании, например, ну, компании развиваются все равно, и сначала им нужно закрывать какие-то задачи базовые. Например, сначала у компании была задача по тому, чтобы автоматизировать амортизацию, поэтому они внедряют в себя какой-то планировщик. Дальше у них появляется задача по тому, чтобы учитывать затрат на собственный парк. Они внедряют в себя отдельное решение, которое закрывает только эту задачу. Но при этом потом они приходят к тому, что им все это нужно анализировать, сводить, и тут получается проблема, потому что у них там рейсы в одной системе, затраты в другой системе, там, заказы в третьей, и довольно проблематично, сложно и трудозатратно всем этим там сводить и так далее. И, собственно, это больно. И потом все-таки в конце, там, на третьем этапе многие компании, или там почти все, приходят к тому, чтобы внедрить в себе полноценную ТМС, например, Аксиот. Вот. И предлагаю сейчас более подробно поговорить о том, как Аксиот позволяет оцифровывать, анализировать затраты. Поэтому слово передаю Кате. Катя, пожалуйста. Продолжим с вами тему эффективного инструмента управления затратами. И, наверное, начнем с основной цели, какая есть в любых организациях, на любых предприятиях. Во-первых, это цель любого руководителя посчитать себе стоимость перевозки. То есть понять, сколько же мы тратим времени, денег на каждом плече маршрута. Поэтому, как правило, перед каждым руководителем компании всегда есть задача. Или же вопрос, а выгодно ли нам то или иное направление? Тот или иной транспорт или тот или иной перевозчик? И именно система ТМС, она позволяет нам не только эффективно управлять затратами, но она служит и как инструмент для принятия любых управленческих решений по части доходов и расходов. Таким образом, сегодняшней задачей у нас будет, во-первых, продемонстрировать, как на базе Axelot TMS можно учитывать все виды расходов и представлять их в различных аналитиках. Также я расскажу вам, какие инструменты в системе есть на данный момент для работы с клиентами-перевозчиками именно в рамках финансового управления. Также мы с вами подробно затронем, как такую тему, как в Axelot TMS рассчитываются, учитываются доходы и расходы за перевозку с детализацией по всем плечам, маршрутам. И также рассмотрим с вами, как формируется базис для выставления первичных документов и затронем тему интеграции именно с бухгалтерией, которая также является немаловажной темой в любых организациях. Ну, во-первых, начнем, наверное, с главных преимуществ учета затрат в системе TMS. Конечно, это эффективная настройка именно финансовых показателей в системе. То есть в данном случае мы можем оперировать различными финансовыми показателями для фиксации затрат в системе. Тут мы с вами поговорим о всевозможных базисах распределения затрат и их корректного заполнения. Расскажем, в какой детализации в системе можно будет увидеть текущие расходы и как эффективно использовать этот функционал для принятия дальнейших решений вообще в целом по рентабельности перевозки. И второе у нас – это если мы будем говорить о работе с перевозчиком, то немаловажным является именно повышение уровня сервиса взаиморасчета с заказчиками. Так как, правило, основной плюс и основное преимущество между взаимодействием партнеров – это является, как правило, сервис и качество. И именно функционал в системе ТМС позволяет нам оперативно взаимодействовать с нашими партнерами посредством формирования, например, за них отчетов или же реестров, а также с помощью настройки интеграции, при помощи которой данные документы мы можем оперативно загружать в систему наших партнеров или же выгружать эти документы к нам из системы партнеров. То есть мы с вами существенно сокращаем время на согласование всех закрывающих документов с нашими партнерами. Если же говорить о контроле работы перевозчиков, что тоже является немаловажным, то благодаря предыдущему пункту мы можем контролировать правильное заполнение всех закрывающих документов в системе ТМС и в случае необходимых корректировок разработать оперативный процесс как корректировки, так и согласования этих документов в режиме реального времени. То есть здесь мы расскажем с вами о эффективном использовании, как, например, тендерного портала в работе с перевозчиками, также и о построении рейтинга перевозчика за период работы с ними. Наверное, эта тема тоже будет интересна многим транспортным компаниям, в принципе, поэтому мы чуть более позже подробнее о ней поговорим. И последнее – это как раз автоматическое формирование реестров с нашими партнерами, как с перевозчиками, так и с клиентами. То есть система нам позволяет эффективно контролировать работу с нашими партнерами именно посредством автоматического формирования данных документов и выгрузки этих документов в систему партнеров. Так, ну и сейчас, наверное, немножко с вами затронем теорию и поговорим, собственно говоря, какие вообще у нас есть затраты в управленческом учете и в том числе и в системе ТМС. Первый – это, конечно, наши прямые затраты, то есть это те затраты, которые у нас зафиксированы за объектом учета. В системе ТМС у нас с объектом учета всегда является рейс. То есть наша конечная задача – это распределить расходы именно на рейс. Как бы со стороны руководителя, либо со стороны логиста именно важно понимать, собственно говоря, а сколько стоил данный рейс. Например, если мы приведем, какая же прямая затрата может быть зафиксирована, так это ГСМ, то есть мы всегда понимаем, сколько точно мы потратили топлива за данный рейс. Или же, к примеру, сдельная заработная плата сотрудника, ну то есть водителя, если мы будем опять говорить о рейсе. В то время как фиксированная ставка по заработной плате, она может являться у нас косвенной затратой. Что же такое косвенные затраты? Это те затраты, которые у нас являются, копятся в течение отчетного периода и впоследствии могут быть распределены по базам распределения. То есть мы, например, фиксируем затрату за месяц, ну здесь можно привести такую затрату как ремонт, а затем распределяем по всем рейсам, которые выполняло данное транспортное средство, за которым мы, например, зафиксировали этот ремонт. И последний, наверное, хорошо всем известный, это расходы будущих периодов. Ну здесь явный пример – это страховки. То есть мы фиксируем страховку на какое-то транспортное средство, а затем распределяем по тому периоду, в рамках которого эта страховка у нас будет действовать. Также немаловажным является то, что на любом предприятии ведется учет у нас как постоянных, так и переменных затрат. Ну, думаю, всем знакомы, что постоянные затраты – это те затраты, которые у нас не зависят от объема производства. Переменные, они, соответственно, зависят прямо от объема производства. Именно система ТМС позволяет нам учитывать как постоянные, так и переменные затраты и впоследствии строить итоговую отчетность по ним в различных разрезах. Еще, наверное, одна из немаловажных тем – это у нас взаимодействие с бухгалтерией. Немаловажным аспектом является то, что необходимо вести корректный контроль по всем затратам и выгружать их в бухгалтерские системы. Причем на базе ТМС мы можем как выгружать из ТМС определенные документы в бухгалтерию, так и загружать из бухгалтерии к нам определенный ряд документов. То есть система ТМС, она позволяет вести не только общие расходы на перевозку, но мы можем и учитывать затраты по каждой статье расходов в совокупности и затем интегрироваться именно с бухгалтерскими системами, что существенно понижает, так сказать, время на какой-то двойной ввод данных документов. Ну, здесь, наверное, мы с вами можем рассмотреть такой явный пример, как, например, заведение документа о принятии шин, узлов, агрегатов и запчастей. То есть очень часто введение данного документа, оно осуществляется двумя сторонами. То есть это бухгалтерии, ну и, например, механикам на производстве. И, конечно, как правило, если мы будем рассматривать механика, то хорошо, если этот учет ведется у нас в Excel, совсем плохо, если он ведется на бумажных носителях. Конечно, это некорректный ввод, и очень часто у нас возникают, точнее, не у нас, а получается, у вас на производстве возникает много ошибок при таком вводе, что существенно приводит к неэффективности управления затратами по части, получается, принятия, собственно, грязных частей и учете их на производстве. И именно система ТМС, она позволяет контролировать введение данного документа на одной из сторон посредством выгрузки в дальнейшем его для другой стороны. То есть довольно часто, наверное, так бывает, когда мы автоматизируем какую-то транспортную компанию, и, собственно говоря, у нее есть собственный ТС, и ведется именно учет всех запчастей, шин, услов и агрегатов, и выявляется много ошибок по части введения данных документов. Теперь, наверное, более подробно поговорим, какие же элементы системы для учета затрат есть в системе ТМС. Наверное, в любом предприятии есть определенный перечень статей доходов и расходов, которые нам позволяют контролировать бюджет. И первым, что необходимо сделать вообще при эффективном распределении бюджета, это определить, какими же статьями мы будем оперировать и в каких документах их можно зафиксировать. Например, опять вернемся к такому явному примеру, как ГСМ. То есть это наша прямая затрата, которая непосредственно у нас будет зафиксирована за путевым листом. Или же, например, с вами поговорим об аренде помещений, аренде транспортных средств или, к примеру, оплаты мобильной связи водителям. Это у нас косвенные затраты, которые могут быть зафиксированы в документе прочей расходы в системе ТМС. За фактическими расходами мы с вами можем зафиксировать такие документы, как, например, оплаты перевозчику за конкретный рейс, либо сдельная заработная плата водителям. Конечно, в процессе перевозки у нас могут возникать разные непредвиденные обстоятельства. Ну, например, водитель получил штраф, либо же мы получили какую-то претензию от наших партнеров, либо нам выставили претензию. Соответственно, для этого существуют такие документы, как входящие и сходящие претензии или служебные расследования, которые также позволяют фиксировать нам наши затраты за конкретным рейсом, либо за конкретной заявкой. Ну и, в принципе, как бы ремонт, и тут все понятно, что мы можем также зафиксировать ремонт на конкретные транспортные средства в документе ремонта. Итак, теперь давайте с вами поговорим, на что же мы, собственно говоря, можем распределять наши затраты. То есть это некая аналитика. Любому предприятию всегда важно понимать, сколько же стоил тот или иной рейс по факту, и сколько расходов зафиксировано за тем или иным транспортным средством. То есть очень часто, когда начинается проект, первый вопрос от любого руководителя, или, так сказать, пожелания, что мне важно понимать, сколько я в целом потратил в этом месяце. И уже дальше по разрезам, например, сколько стоил рейс, или, собственно говоря, какие у меня затраты были на транспортные средства, эффективно ли оно вообще в целом для предприятия. Поэтому на базе системы ТМС мы с вами можем видеть аналитику именно в таких разрезах. Во-первых, это финансовый результат, то есть когда мы можем посмотреть в целом, какие расходы у нас были зафиксированы в этом месяце. Или же, если, к примеру, у нас есть несколько подразделений в рамках одной организации, мы с вами также можем видеть аналитику, сколько у нас расходов зафиксировано за каждым подразделением. И дальше уже мы, собственно говоря, можем посмотреть, какие расходы у нас были на конкретный рейс, или же какие расходы у нас были на конкретные транспортные средства. К примеру, принесло ли оно нам прибыли, или оно у нас простояло в ремонте весь месяц, собственно говоря, что тоже часто бывает. Помимо такой аналитики, которая представлена на слайде, в системе ТМС также можно еще и вести учет расходов вплоть до нануклатурных групп, что в дальнейшем как раз нам позволяет облегчить формирование бюджета и учесть реальные затраты на транспортные подразделения именно на этапе ценообразования. Еще, наверное, тоже интересная и важная тема – это индивидуальная настройка тарификации. То есть по опыту знаю, наверное, что это, можно сказать, боль для любых компаний, именно составление тарификации, как с клиентами, так и с партнерами. Как правило, логиста, получая, например, заявку или, наоборот, распределяя ее транспортным компаниям, первым, что он делает, это, собственно говоря, смотрит, а какой же тариф, то есть сколько мне должны заплатить или сколько должен заплатить я. Это занимает отчасти достаточно, наверное, много времени логиста или менеджера компании, поэтому благодаря системе ТМС мы именно можем автоматизировать этот процесс, что позволяет нам получить такие преимущества, как детализированный расчет, во-первых, по каждому рейсу и заявке. Во-первых, также это еще индивидуальная настройка для каждого партнера. То есть в системе ТМС создано много различных показателей расчета. Ну, например, если у вас взаиморасчеты там с партнерами зависит от объема продукции, которую вы перевозите, от типа ТС, от каких-то конкретных направлений. То есть у нас есть много показателей расчета, которые вы, в принципе, можете учитывать при настройке тарификации. Что же это нам позволит? Как раз, как я сказала, это экономит время менеджеров и логистов именно на составлении тарификации и минимизирует ручные ошибки. То есть тоже бывает так часто на проектах, что сталкиваемся с таким, что менеджеры производят ошибки при расчете тарификации. Еще, наверное, такой важный показатель, который часто используется на проектах, это, к примеру, географическая зона. То есть мы можем учитывать пробег в географическую зону, например, за МКАДом или внутри МКАДа. То есть, и, собственно говоря, с помощью него настраивать тарификацию. То есть таким образом система ТМС позволяет нам оперативно рассчитывать как плановые доходы и расходы, так и фактические доходы и расходы по завершению перевозки. Также, наверное, хотелось бы привести пример. На одном из проектов у нас была настроена индивидуальная тарификация для наших партнеров. То есть, когда из портала клиента к нам прилетал запрос на расчет стоимости перевозки. В свою очередь, система оперативно отправляла ответ по стоимости перевозки, и потенциальный клиент уже понимал, сколько будет ему стоить та или иная перевозка. Теперь немножко поговорим про доходы. То есть мы с вами затронули тему частично расходов, но давайте также вернемся к такому немаловажному вопросу, как вообще доходы за перевозку. То есть вообще для любого также руководителя всегда важен именно своевременный учет доходов и контроль задолженности по перевозкам. Для этого в системе ТМС у нас есть возможность работы как с постоплатой, так и с предоплатой. Также есть рабочее место, которое нам позволяет контролировать задолженности по клиентам. То есть мы всегда в режиме реального времени можем посмотреть, какие же у нас задолженности по тому или иному клиенту. И именно анализ доходов на этапе формирования заявки позволяет нам в дальнейшем понимать, какую же мы прибыль сможем получить, и, соответственно, какие затраты мы готовы понести на данную заявку. При таком учете доходов мы можем автоматически контролировать все денежные средства на разных этапах перевозки. Итак, теперь вернемся опять к расходам. Учет затрат на перевозку. Любая также цель определить в конечном итоге, какая же у нас маржинальность перевозки была, собственно говоря, на всех этапах ее осуществления. Какие мы преимущества от этого получим? Во-первых, корректная настройка статей расходов с последующей аналитикой по рейсам и транспортным средствам. Ну, наверное, здесь приведем примеры наиболее широко известных статей расходов. Ну, к примеру, та же оплата, допустим, перевозчику. Она может распределяться у нас по тоннекилометражу в системе ТМС. Либо, допустим, страхование. Оно может распределяться у нас по оценочной стоимости грузов. Или, к примеру, мобильная связь водителя. То есть она у нас распределяется пропорционально временем между рейсами данного водителя, то есть которые он выполнял в течение месяца. Ну, либо, например, раз уж мы сегодня так часто приводили пример с ГСМ, то он, конечно, распределяется пропорционально к километражу по всем рейсам, которые выполняла данная ТС. Ну и, соответственно, в конечном итоге мы с вами получаем анализ затрат доходов по любым разрезам. То есть наши расходы распределяются на заявку и затем аккумулируются, если они были по нескольким статьям, что позволяет посмотреть аналитику именно в различных разрезах. Теперь, наверное, будет интересен слайд тем предприятиям, которые у нас используют мультимодальные перевозки. То есть именно система ТМС, она позволяет аккумулировать затраты на разных плечах перевозок. Тем самым это позволяет нам учитывать прозрачность учета расходов и распределять расходы в различных номенклатурных группах. Именно как бы на основании мультимодальных схем можно вести учет расходов по каждому плечу маршрута. То есть одна заявка, она может у нас исполняться в несколько плечей, которые могут быть спланированы в различные рейсы. И, соответственно, они могут назначаться разным перевозчиком, соответственно, иметь разные затраты. Но по факту выполнения данной заявки все эти затраты как правильно прилетают к одному документу. Таким образом мы можем с вами анализировать все расходы, которые выполняла данная заявка, несмотря на то, что она может быть выполнена с помощью различных транспортных компаний, если опять мы говорим, что это мультимодальная перевозка, или же различным транспортом. Теперь, наверное, одна из сложностей при учете затрат любых транспортных компаний, у которых есть собственный автопарк, это, собственно говоря, как раз учет всех затрат на собственные машины. И в конечном итоге любой компании всегда интересно понять, какая же выгодность была от конкретного транспортного средства и вообще выгодна та или иная перевозка. Или же, к примеру, ее интереснее перевозить другими перевозчиками, то есть привлекать сторонних перевозчиков. Именно обслуживание собственного парка строится из большого количества статей расходов. Например, такие, опять как ГСМ. В системе ТМС они у нас могут учитываться в путевом листе. Либо, к примеру, опять же, аренды, мобильная связь водителя, заработная плата, либо какие-то прочие расходы. Они могут фиксироваться в документе прочие расходы. Это у нас косвенные расходы, которые впоследствии распределяются в течение месяца. Либо, например, страхование. Это фиксируется документом распределения будущих периодов. Либо, например, расходы на ремонт или расходы на запчасти, которые фиксируются у нас с документом ремонта. Что же мы по итогу получаем? То есть у нас есть месяц, в котором мы зафиксировали наши расходы. Соответственно, на те транспортные средства, которые у нас работали в этом месяце. И по итогу нам интересно посмотреть конечный результат. Какие были по нему доходы, какие расходы. Мы, соответственно, в конце месяца можем построить отчетность, в которой мы увидим различные аналитики по каждому рейсу и по каждому транспортному средству. То есть мы можем посмотреть, какие у нас были плановые доходы, плановые затраты, плановая маржинальность, так и фактические доходы, фактические затраты и фактическая маржинальность. Что, наверное, тоже очень интересно именно со стороны руководителей. Посмотреть выгодность перевозок. И, возможно, определить как раз, что какое-то транспортное средство у нас невыгодно, либо какое-то направление тоже нам невыгодно. Ну и, кстати, если вообще говорить о совокупности учета доходов и расходов, то система позволяет определить маржинальность рейса еще на этапе планирования перевозки. То есть сейчас я немножко контролила тему, что мы можем посмотреть эффективность перевозки уже по факту ее выполнения, когда мы уже аккумулируем все затраты и уже видим итоговую отчетность. Но помимо этого в системе ТМС можно также еще и определить маржинальность рейса именно когда мы его только спланировали и даже еще не начали исполнять. То есть есть такой функционал, когда мы можем посмотреть, какой у нас есть плановый доход, плановый расход и уже посмотреть маржинальность. Тем самым, соответственно, логист или менеджер на этом этапе может пересмотреть, собственно говоря, выполнение этого рейса, поменять с перевозчика, если, к примеру, с данным перевозчика маржинальность слишком, к примеру, маленькая. Ну, либо вообще, возможно, отменить этот рейс и данную перевозку. По итогу обсуждения всех затрат и доходов за перевозки мы уже можем перейти к обсуждению формирования и передачи итоговых значений по нашим затратам либо доходам клиентам или перевозчикам. Основным преимуществом, как я уже говорила, всегда является именно прозрачность ведения взаиморасшетов с перевозчиками. Также это оперативность ответа нашим перевозчикам и в том числе их ответа нам. Ну и, конечно, вообще, качество и сервис нашего взаимодействия. В системе существует возможность создания как доходных, так и расходных реестров для партнеров. Давайте рассмотрим более подробно вообще процесс составления данных реестров и какие же вообще преимущества и для чего они нам необходимы в системе и как они упрощают работу сотрудников. То есть, во-первых, это их автоматическое формирование. То есть, как правило, очень часто бывает так, что логист или там сотрудник документа оборота собирает все заявки, к примеру, или рейсы за отчетный период вручную и, соответственно, где-то в Excel их сам, так сказать, сводит итоговую отчетность по данным документам. Дальше отправляет их партнерам, перевозчикам или клиентам. Соответственно, на базе ТМС можно автоматизировать этот процесс, когда мы с вами задаем определенный перечень критериев, по которым мы будем подбирать наши заявки из системы и уже автоматически отправлять их клиентам или перевозчикам. То есть, на базе функционала ТМС мы можем как автоматически отправить реестр нашим партнерам, так и сформировать печатную форму по этим реестрам, что тоже бывает очень удобно. То есть, например, логист или сотрудник документа оборота формирует в ТМС данный документ и выбирает команду отправить реестр. Тем самым партнеру приходят уведомления на почту, при этом можно приложить печатную форму либо же Excel-формат данного реестра, что, соответственно, определяет нам и помогает нам оперативно взаимодействовать с нашими партнерами. Если же мы будем говорить о реестрах с перевозчиками, то здесь мы можем также оперативно контролировать работу перевозчика и согласовывать с ними изменения в режиме онлайн-времени. При этом здесь также возможна автоматическая отправка реестров партнерам из системы ТМС. Что для этого необходимо? В принципе, здесь такой же функционал, как и в реестре доходов, когда мы с помощью определенных критериев с вами подбираем наши рейсы и отправляем из системы данный реестр уже перевозчикам. Также, наверное, повторюсь, что на одном из проектов у нас был реализован такой функционал, когда мы оперативно согласовывали данный документ с перевозчиками, то есть доступ к данному документу был как у логиста, так и у перевозчика. И, соответственно, они в режиме реального времени могли внести какие-то изменения. При этом на почту той или иной стране приходило уведомление, что, допустим, перевозчик внес определенные изменения в данный документ. И, наверное, также одним из немаловажных преимуществ является именно формирование счета на основании, например, реестра фактических доходов. То есть мы составляем наш реестр, включаем туда определенные заявки и, соответственно, дальше мы формируем счет на основании данного документа. Счет также о формировании счета может также автоматически уходить уведомление нашим партнерам. Теперь давайте более подробно поговорим вообще о взаимодействии с перевозчиками в системе ТМС. То есть любому предприятию всегда важно контролировать работу перевозчиков как в плане осуществления перевозки, так и в плане учета затрат по перевозке. Какие же мы преимущества от этого получаем? Во-первых, это быстрый цикл развития сделки. То есть мы можем оперативно отправить заявку нашим перевозчикам, который перевозчик во-первых, увидит в своем личном кабинете, во-вторых, он увидит уведомление на почту, что на него распределена новая заявка. Во-вторых, опять вернемся к тому, какая основная у нас выгода от перевозки. Это, конечно, перевезти дешевле. То есть ну это, наверное, главная цель любой компании. Именно благодаря системе ТМС мы как раз можем как на этапе формирования заявки определять, какой же перевозчик нам будет наиболее выгодным. Так и отправлять несколько заявок разным перевозчикам и, соответственно, после чего мы сможем выбрать наиболее выгодного для нас перевозчика. То есть у нас есть, так сказать, много вариантов, которые, из которых мы можем уже подтвердить для себя оптимальный. Также это прозрачность предоставления информации. Здесь мы можем контролировать работу перевозчика в плане предоставления документов по рейсам. То есть у перевозчиков есть возможность прикреплять первичные документы либо сканы документов к рейсам в своем личном кабинете, которые будут также оперативно отображаться в системе ТМС. То есть таким образом все предыдущие пункты помогают нам оперативно взаимодействовать с нашими перевозчиками в режиме именно реального времени. Если будем развивать тему о работе с перевозчиком, то перед многими компаниями обычно встает вопрос, как правильно контролировать договорные отношения с перевозчиками для конкретного распределения заявок. В рамках системы ТМС мы не только можем контролировать заявки с перевозчиками, но и закладывать сценарий взаимодействия работ с нашими перевозчиками. То есть может быть многим сейчас в присутствующем вебинаре известен такой термин как мастер-план. Это как раз наиболее явный пример по этой теме, когда мы задаем какой-то определенный процент, который мы будем распределять на перевозчика. То есть сколько заявок мы, собственно говоря, обязаны ему отправить. Именно как раз суть данного распределения состоит в том, что для каждого перевозчика мы выделяем определенный процент, который он у нас обязан забрать. Система автоматически распределяет новые заявки и отправляет их перевозчикам согласно именно загруженному мастер-плану в систему. В случае поступления заявок сверх мастер-плана система определяет какому же перевозчику их отправить согласно сформированному рейтингу перевозчика. перевозчик также оперативно сможет увидеть данные заявки в своем рабочем месте. Сейчас я продемонстрирую систему и покажу как же выглядит у нас рабочее место перевозчика. То есть в рабочем месте перевозчика всегда есть заявки на транспортное средство которое оперативно к нему приходит. Соответственно помимо этого перевозчик также получает уведомление на почту о том что на него распределена новая заявка. Здесь у него будет собственно говоря как статус заявки так и сумма за которую вы ему предложили перевести данную заявку. также есть информация по маршруту перевозки и собственно говоря время за которое перевозчик должен выполнить данную перевозку. Ну и немаловажная информация это же какой тип транспорта нам необходим для данной перевозки. Теперь давайте немножко поговорим о преимуществах от работы перевозчика в своем рабочем месте. Во-первых мы минимизируем время на распределение заявок. То есть здесь мы с вами уходим от ручного распределения заявок и отправки вручную их логистам. То есть как правило обычно логист сидит составляет сам мастер план выбирает какие заявки какому же перевозчику он отправит и уже соответственно затем именно их во-первых не только обзванивает и отправляет на почту но соответственно связывается с ними то есть любыми возможными удобными способами. система ТМС позволяет именно автоматизировать этот процесс. Второе преимущество что на основании отправленных заявок собственно говоря ответ наших перевозчиков мы можем формировать рейтинг перевозчика и как раз учитывать сколько же они заявок приняли и какие же у нас и сколько же заявок они наоборот по каким же заявкам они нам отправили отказ. То есть здесь мы также можем говорить не только о контроле принятия заявок но и например задавать какое-то время для перевозчиков за которое они должны ответить нам по принятии данной заявки и собственно говоря в своем же рабочем месте назначить транспортные средства и водителя которые оперативно отобразятся и в вашем рабочем месте. Ну и раз уж у нас автоматическое отправление заявки то возможен и автоматический расчет стоимости перевозчика. То есть когда логист не только отправляет заявку но и заявки уже есть как я сказала автоматически посчитанная сумма за перевозку. То есть если мы опять с вами вернемся к системе то мы можем увидеть что как раз у перевозчика собственно говоря есть сумма которую вы ему предлагаете за данную перевозку. Ну и наиболее наверное популярной истории при работе с перевозчиками это формирование тендера. То есть помимо того что мы можем отправлять заявки на транспортные средства автоматически мы можем как автоматически формировать тендер на основании какой-то конкретной заявки или рейса или же формировать его вручную. Что же мы можем задавать в таком документе во-первых это период проведения тендера то есть мы указываем определенную дату в которую перевозчики также могут допустим принять наше приглашение в участие тендера и сформировать свою ставку. Во-вторых мы можем указывать соответственно размещение предложений какое может быть у перевозчиков либо это однократно когда он нам всего один раз может соответственно отправить сумму за которую он готов поехать либо это многократно когда он несколько раз обводит свои предложения также мы можем задавать шаг тендера то есть это ставка на которую перевозчик у нас будет понижать тендер можем также задавать переторжку то есть это время на которое будет продлеваться наш тендер если допустим кто-то из перевозчиков у нас в последний момент предложил наименьшую сумму также можем задавать начальную ставку то есть здесь возможны два варианта работы с перевозчиком когда мы вообще в целом скрываем ставку и скрываем лучшую ставку то есть мы просто ждем от перевозчика стоимость перевозки за которую он готов поехать либо же мы ему вводим начальную ставку от которой он уже соответственно либо соглашается либо понижает ее ну и собственно говоря мы можем также задать отбор участников по нашему тендеру то есть пригласить каких-то определенных перевозчиков в своем рабочем месте перевозчик также может видеть к примеру сколько было заявлено сколько он предложил и лучшее предложение на текущий момент повторюсь также что лучшее предложение это настраиваемый функционал то есть мы можем его либо отключить в рамках одного тендера либо соответственно показать перевозчику какое на текущий момент есть лучшее предложение по данному тендеру ну и дальше соответственно логист в своем рабочем месте будет выбирать какой же перевозчик ему наиболее выгоден также немаловажная тема это учет документов и учет в первую очередь первичных документов в системе ТМС то есть одним из главных преимуществ является именно то что перевозчики могут самостоятельно прикреплять документы к пройденным рейсам или же реестрам к примеру здесь мы можем пользоваться функционалом в системе ТМС таким как рабочее место учет возвращенных документов то есть где мы ведем контроль по каждому рейсу возвращены ли нам первичные документы также наверное здесь стоит отметить что возможно использование сканеров в мобильном клиенте то есть когда водитель находясь на точке выгрузки может непосредственно отсканировать штрих-коды первичных документов и отправить их в систему ТМС тем самым они автоматически фиксируются в системе ТМС и уже мы можем выставлять счет по данной перевозке то есть здесь можно сказать что водитель у нас еще не выехал с последней точки но мы уже выставляем счет за данную перевозку так как это наверное большое преимущество так как для многих транспортных компаний это боль именно когда мы ждем первичные документы от водителя для того чтобы нам оплатили собственно говоря эту перевозку ну и коллеги перейдем собственно говоря к достигаемым эффектам во-первых давайте подведем итоги система ТМС она является эффективным инструментом для контроля бюджета предприятия и вообще принятия любых управленческих решений в плане именно управления доходами и расходами с помощью системы мы можем существенно сократить время на расчет стоимости перевозки посредством корректной настройки тарифов с клиентами и перевозчиками также для принятия управленческих решений и понимания потраченного бюджета мы можем определять наиболее выгодных перевозчиков либо наиболее выгодные направления перевозки и вести учет затрат на различных плечах перевозки с помощью вообще корректной настройки правил распределения мы можем аккумулировать все затраты на собственный автопарк и проводить аналитику по его текущему состоянию также если мы будем говорить о привлеченных перевозчиках а не о собственном автопарке то благодаря системе ТМС мы можем осуществлять оперативное взаимодействие с перевозчиками и контролировать их работу в рамках именно учета расходов по каждой перевозке таким образом система ТМС позволяет автоматизировать все процессы по учету расходов и доходов предприятия коллеги в принципе все коллеги если там возможно вы какой-то вопрос пропустили не расстраивайтесь не обижайтесь просто там нам позвоните напишите мы всегда готовы с вами пообщаться говорить ответить на все ваши вопросы поэтому я думаю что на сегодня все мы вас благодарим за то что вы к нам присоединились с нами были здесь вместе задавали вопросы слушали наше выступление ждем вас снова на новых вебинарах мы уже сказали этот вебинар выложим на наш ютуб канал еще раз прошу вас поставить огонечку потому что мы для вас работаем стараемся надеемся что вам понравилось ждем вас снова что-то стало меньше а нет больше чего спасибо большое коллеги конечно спасибо вам за внимание и за задаваемые вопросы потому что как правило именно тема с вопросами всегда очень популярна и мы стараемся всегда максимально обширно ответить на все ваши вопросы спасибо еще раз всем спасибо спасибо